Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами Авраам, Вера Аврааму, посланник евреям, 11 глава. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованный, как на чужой, и жил Шатрак с Исааком и Яковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. Авраам – личность известная в наших кругах. Давайте обсудим некоторые моменты его веры, которые здесь указаны. Во-первых, здесь написано, что он повиновался, веры повиновался. Мы не знаем совершенно жизни Авраама до его призвания. Мы по всяким археологическим и историческим сведениям можем примерно составить образ, такой собирательный образ древнего человека, кем он примерно был, как примерно жили те или иные категории, что за город, какой климат, ну и так далее. Но это все, знаете, такое умозрительное рассуждение. Вот, Авраам мог быть, ну конкретно Авраам мог быть с какими-то там своими отличиями и нюансами. То есть мы не знаем, как он жил на самом деле, кем он был, только знаем, что он был богат золотом, серебром, скотом там и прочими людьми. Ну, можем предположить, что он был земледелец. Ну, ой, скотовод. Ну, наверное. Вот. И вот в какой-то момент Бог обращается к нему и говорит, ну, Авраам, давай. Конечно же, мы можем предположить, что Бог не обращается к кому попало. Бог обратился вот к человеку, который, скорее всего, каким-то образом начинал задумываться о нем, что-то сопоставляется в голове своей, каким-то образом размышлять. Возможно, приходило к выводу, что идолы, которыми они окружены, это суть, ну, что-то странное. Ну, вот. Ну, мы знаем, что все древние города, они были насквозь идолопоклонническими. Культы там всевозможных божеств и прочее, прочее. Вот. Мы можем предполагать. И вот Бог обращается к Аврааму, и Авраам делает шаг. Вот. То есть, это, на самом деле, очень серьезно. Во-первых, мы говорим о возрасте. Во-вторых, мы говорим о том, чего не было вокруг них. И хотя некое познание о Боге мы находим и видим, что, да, люди того времени, они каким-то образом, каким-то своим краем сознания понимали о том, что есть Бог, творец неба и земли, и с ним шутки плохи. С ним не надо вот так вот заигрывать. Ну, вот. Тем не менее, я повторюсь, там все это было идолопоклонническое. И вот к Аврааму обращается слово. То есть, я повторюсь, наверное, поточнее скажу, да, то есть, два препятствия. Возраст и его окружение. Ничего этого Авраам, ни на что на это Авраам не смотрит. Мы видим, что Авраам встал и пошел. Причем не просто на разведку, не просто там. Ну, давай сходим, посмотрим. А написано, что он взял все, что у него есть. Взял вот все вообще. То есть, он взял скот, взял свое имущество, взял своих людей, своих родственников, ну, жену, естественно, и пошел. То есть, Вера выразилась в том, что он двинулся с какой-то точки, с какого-то насиженного места. Он вышел из своей, как сейчас модно говорить, из своей зоны комфорта. Вот. Дальше мы видим, что он не знал, куда идет. Хотя ему и сказали, что он идет в хорошую землю. Хотя ему и сказали, что он будет отцом множества народов. Я благословлю себя, размножу, сказал Господь. Мы видим, что он не знал, куда он идет. Вот. Ну, и на самом деле, наша христианская жизнь полна сюрпризов. И когда мы приходим к Господу, мы приходим часто к Нему за избавлением. Часто приходим к Нему за... Ну, с какими-то проблемами своими. Я имею в виду вначале самым... И Бог, конечно же, отвечает на наши молитвы. Но Бог хочет большего, на самом деле. Бог хочет больше, чем просто вот... Вот у тебя нужда, вот я тебе покрою твою нужду. Ну, и что дальше, да? Бог хочет большего. Бог хочет отношений. И Бог хочет нас, на самом деле, вести по этой жизни. Как мы говорили на ретрите, самурай... У самурая нет цели. У самурая есть путь. И вот наш путь, истина и жизнь, это наш Господь Иисус. И, конечно же, Авраам не сдал Христа лично, но... Но его жизнь, она и была вот этим путем. Путем послушания. Путем отвержения, в общем-то, себя. Отвержения своих этих вот каких-то представлений о том, как оно должно быть. Вот, и... То есть, конечно же, много для Авраама было сюрпризов, как и для нас. Ну, и хорошо, что Бог нам заранее ничего не говорит. Потому что я думаю, мы его испугались. А когда мы проходим через то, что Бог дает проходить, ну, оно вполне нормально себе проходится. Вот. Ну, и так. Мы видим, что он повиновался. И написано, что он верою обитал на земле, обетованный, как на чужой. И жил в Шатрах с Иаковым, с Исаком и Иаковым, с наследниками того же обетования. То есть, смотрите, вот еще важная деталь о нем. Он не имел привязки к этой местности, куда он, собственно, однажды пришел. То есть, он туда пришел, Бог ему сказал, вот, да, вот эта вот земля, собственно, она будет твоей. Но при жизни Авраама она так и не стала его. Он, единственное, что стало там его, этот маленький кусочек земли, который выкупил для того, чтобы была погребена Сара там. Ну, и потом, собственно, сам он был погребен, и Иосиф там был погребен. Уже потом, гораздо позже. Но мы видим, что он не владел этой землей. Совершенно не владел своей жизнью. Вот. Завладели этой землей только потомки. Его через столетия. И для нас это тоже, на самом деле, такой важный момент, что, ну, важно нам жить на этой земле, не привязываясь к ней. Важно жить на этой земле, не привязываясь именно с сердцем. Потому что, на самом деле, дел у нас здесь много, как это мы обычно говорим. Дел всех здесь не переделать. Здесь есть вещи, которые требуют нашего особенного внимания. Наши дети, например, наши семьи. Есть дела, которые нужно действительно делать. И они связаны, естественно, с тем, что мы видим здесь, на этой земле. С тем, что мы здесь имеем. Как-то нам важно устраивать свой быт. Важно жить добропорядочной жизнью, хорошей жизнью. Все это требует много времени. Но Бог говорит, что в этом не было нашего сердца. Во всем вот в этом вот хозяйствовании, или во всем этом, во всех наших работах, зарабатывании денег, чтобы наше сердце этому не принадлежало. Вот, как написано в Новом Завете, имеющие должны быть как не имеющие. То есть, да, Бог нам что-то дает. Да, естественно, мы что-то имеем. Но важно именно жить. Ну, не пригребляться к этому сердцу. Один из жестких аргументов, что мы с собой ничего не возьмем. Ну, аргумент, да, но не самый лучший аргумент. Вот, самый лучший аргумент, это вопрос, где наше сердце. Кому оно принадлежит? Потому что Бог нам говорит ясно, что наше сердце не может принадлежать двоим, двум вещам. Если так можно выразиться, двум идеям. То есть, мы не можем служить Богу и не можем служить мамоне одновременно. Вот, многие люди, к сожалению, пытаются это делать. И я имею в виду верующие. Многие люди пытаются урвать лучшее из двух миров. И там, и там. Но, к сожалению, это снижает эффективность верующего, снижает градус радости в отношении с Господом, снижает, на самом деле, вот эту вот, нашу защищенность и безопасность. Потому что Павел говорил, корень всех зол есть серебролюбие. Если человек уклоняется вот в эту сторону, он подвергает себя многим скорбям, как написано в Писании. То есть, нам важно, на самом деле, не привязываться к коврам, не привязываться вот к этой земле. Мы странники и пришельцы. Вот, все вокруг для нас расходники. Не люди, поймите правильно, не люди, но материальные вещи, предметы, то, что нас окружает, одежда, это расходники. Все. Что двигало этими людьми, что давало им надежду, веру? Мы видим, что они жили на этой земле, как на чужой, потому что они имели город. Здесь написано, что ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То, что Авраам ожидал, или даже они ожидали, города, написано только здесь, только в послании к евреям, но, возможно, какие-то еще были сведения, которые в Библии не записаны, а вот автор послания к евреям об этом знал, ну, можем только предполагать. Но здесь написано так, значит, оно так и было. Вот. И на самом деле, можно уже на основании этого стиха построить предположение, что, наверное, наверное, Авраам, живя в Уре Халдийском, и выйдя из него, возможно, он имел, ну, не то, что он тосковал по этому городу, да, но он имел представление о том, что, в общем-то, ну, ну, о более комфортной жизни, скажем так. Что, живя в Уре Халдийском, мы знаем, что Урм Халдийский был достаточно развитым городом на тот момент, то есть там вот, если говорить о тех временах, там все было, ну, устроено, классно, здорово, это был город, а не какая-то деревня. Вот, и тут вот, на самом деле, Авраам выходит из этого города и уже начинает жить, собственно, как деревенский житель, такой житель, который уже не имеет вот этих благ цивилизации, городского комфорта. Вот, но на самом деле, даже имея возможность прилепиться к какому-то городу, как вы помните, мы видели, когда Лот и Авраам делали свой выбор, Авраам не спешил как-то вот в сторону Содома двигаться, вот, и мы видим, что его ожидания, он свои ожидания сразу же переложил на небеса, то есть он говорил, нет, что-то не то с этими городами, вот, с их комфортом и с одной стороны суетой какой-то, и злопотворством, с другой стороны, Авраам уже начинал понимать или понимал четко, что не то, что город какой-то другой должен быть, что комфорт должен быть какой-то другой, небесный, поэтому это придавало ему силы, он двигался на самом деле в небесный город, в небесный град, вот, и это на самом деле тоже пример для нас великий, потому что имея понимание, я думаю, что у каждого у нас внутри есть понимание того, что что-то не то с этим миром, как-то оно все должно быть по-другому, вот, то есть имея вот это понимание, нам важно помнить, что окончательное успокоение и окончательный, самый настоящий, лучший комфорт и радость, и мир, и успокоенность мы обретем только на небесах, и без толку искать этого здесь, искать этого в вещах, в обладании, в накоплении, в каких-то победах местных, местечковых, я имею ввиду победы такие, материальные, добыл, купил, приобрел, и тогда съездил, то есть, ну, это приятные вещи, да, но это не то, что нам обещал Бог, не та полнота, которую нам обещал Бог, поэтому тоже, давайте именно вот так вот и мыслить, и жить, потому что это убережет нас от многих скорбей, переживаний, разочарований, вот, это не та отрешенность, о которой говорит, буддистские всякие верования, вот такая, или там, греческие некоторые философии говорили о такой, отрешенности от мира, нет, христианин, он полностью в этом мире, его глаза открыты, он реагирует на события, он весь в этой жизни, но он не принадлежит ей, вот, что интересно, это не такая отрешенность, равнодушная, как в буддизме, это полное участие в мире, но участие в нем по-божьему, не по правилам этого, миру. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, жить так, чтобы не привязываться к этому миру, но прославлять в своих сердцах, в своих жизнях тебя, благослови наш день, Господь, и будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.